Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Сразу предлагаю перейти к делу и разбору полетов того, что же у нас случилось с нефтянкой в пятницу. Котировки Brent остаются ниже 60 долларов за баррель. Я думаю, что мы были абсолютно правы, что констатировали, что настроение трейдеров сейчас оказывает самое прямое влияние опасения за перспективы роста мировой экономики. Именно это и не позволяет сейчас сырью выбраться на новые локальные максимумы, уровни, которые позволили бы покупателям, скажем, перехватить инициативу и рассчитывать на то, что цены на эти активы идут гораздо выше. Мы работаем с этими опасениями, потому что так складывается экономическая конъюнтура. Мы говорим уже и о рисках рецессии, есть и опережающие индикаторы, есть очевидные свидетельства того, что мировая экономика находится уже в затяжном спаде. Достаточно оценить и проанализировать динамику индексов производственного сектора, обрабатывающей промышленности, активности потребителей в разных регионах. Мы поймем, что что-то не так, друзья. Плюс ко всему есть и макроэкономические надстройки в виде инверсии кривой доходности, которые по-другому дают возможность взглянуть на происходящее в мировой экономике. Об инверсии кривой доходности мы очень много говорили на прошлой неделе, повторяться не буду, друзья. Действительно, по некоторым регионам сейчас складывается ситуация, когда доходности долгосрочных бумаг находятся ниже, чем доходности краткосрочных бумаг. И так уж сложилось, уже проверено на опыте историческом, на практике, что при такой ситуации на рынке долга, за такой ситуацией обычно идет развитие как раз и экономического спада. Что касается нефти. Пока у нас приоритетики короткие позиции. Мы работаем с указанным риском глобального экономического спада. Мы работаем с еженедельной статистикой по запасам нефти США. Кстати говоря, на прошлой неделе был зафиксирован очередной рост. И можно говорить, что на текущий момент запасы больше, чем на 3% превосходят среднее значение за последние 5 лет для данного периода времени. Есть высокая вероятность повторения такой же статистики уже, друзья, в эту среду, когда выйдет очередной обновленный релиз от администрации аналитической информации. В то же время стоит отметить, что на настроение участников рынка в пятницу позитивно повлиял доклад ОПЕК, который, несмотря на то, что понизили прогноз спроса на нефть с 1,14 млн до 1,10, но читались о том, что объем добычи в прошлом месяце был снижен практически на 250 тысяч баррелей. И стоит отметить, что только лишь на Саудовскую Аравию пришлась львиная часть этого сокращения, и Саудовская Аравия перевыполнила условия соглашения в совокупности практически вдвое. А в целом сейчас ОПЕК перевыполнили условия аналитического пакта на 144%. Это намекает, скажем так, на то, что страны ОПЕК действительно сейчас готовы предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы поддержать баланс на рынке нефти в тех условиях, когда спрос на нефтянку снижается. Но в то же время я не думаю, что этого будет достаточно. Я по-прежнему делаю акцент, друзья, на то, что не нужно недооценивать риска глобального экономического спада. Я не вижу перспектив для роста нефтянки, поэтому рекомендую вам также держать короткие позиции. Доллар иена 106.34. Предлагаю сделку селл-стопа с уровня 105.90. Очень важная неделя, потому что у нас и протоколы в среду американского регулятора, а также на этой неделе стартует саммит в Джексон-Холле, который посвящен оценке глобальных экономических монетарных перспектив. Почему это событие важное? Потому что также уже проверено на опыте. Как правило, ведущие Центробанки в виде их руководства делятся планами относительно того, что будет с денежно-кредитной политикой регионов дальше. И весь фокус нашего внимания сейчас будет осмещен как раз на выступление Джерома Паула, который состоится в пятницу. Почему? Потому что мы во всем стараемся найти сигналы того, как будет развиваться ситуация с процентными ставками дальше. И я допускаю, друзья, то, что как раз в предстоящую пятницу Джером Паула, который вызывает американский регулятор, может дать еще один четкий сигнал для тех, кому он еще нужен, о том, что ставки будут снижаться и дальше. Поэтому я делаю ставку на снижение и ослабление курса доллара. Не только даже потому, что ожидаю смягчения экономической политики в перспективе, но и потому, что уже не раз говорил, доллар в этом дуэте торгуется против иены защитного актива. Пока у нас очень много неопределенности отношений США и Китая, я считаю, что защита будет доминировать. Евро против доллара 1.10.91. Сегодня в 12.00 выйдут данные по индексу потребительских цен. Базовая инфляция нас интересует прежде всего. По ожиданиям сегодня мы видим цифры в годовом выражении 0,9%, точно так же, как и месяц назад. Но могут быть и сюрпризы, например, снижение инфляции. Поэтому эти сюрпризы будут использованы нам для того, чтобы поддержать идею важных изменений монетарной европейской политики уже в сентябре. Также в четверг еще одна порция макроэкономических данных важных – это активность производственного сектора и сектора услуг ведущих экономика еврозоны и в целом по еврозоне. В любом случае, друзья, я с вероятностью 99,9% думаю, что в пятницу у нас будет с вами возможность констатировать слабые макроэкономические отчеты, которые позволят нам готовиться уже совсем вплотную к снижению ставки по депозитам в сентябре и перезапуску программы количественного смягчения. Напоминаю, что евро находится в затяжном нисходящем тренде. На евро в последние недели даже не оказывало влияние локальное повышение спроса на рисковые активы, что еще раз демонстрирует, что трейдеры смирились с системной слабостью евро. Вопрос лишь в том, сделаем ли мы цель 1.10 до конца этой недели. Я думаю, что шансы очень высоки. Фунт против доллара 1.21.55. Мы по-прежнему говорим о Брэкзите. На прошлой неделе возросла вероятность более скорого реализации процесса выхода из состава Европейского Союза. Мы говорили и о потенциальном вотом недоверии. В общем, с этим фоном мы перекочевали на эту неделю, друзья, и работаем с ним дальше. Ни в коем случае не ставим на откуп фунта против доллара. В расчете непонятно на что в плане позитива, потому что здесь нужно быть реалистом. Пожалуй, фунт – это единственный актив, где не реализовался, но очень скоро реализуется. Самый страшный фундаментальный негатив для стран валютного блока за последние, ну, даже не знаю, наверное, и не стоит проводить параллели, потому что прецедентов такого не было. Ну, в общем, то ли еще будет. И в данном случае ждем как минимум теста поддержки 1.20. Доллар канадец 1.3272, очень высокие шансы закрепиться сейчас выше отметки 1.33. На прошлой неделе мы ориентировались на нефтянку, потому что не было локальной статистики по Канаде. В этот раз статистика по Канаде будет. Роничные продажи, впереди у нас и данные по инфляции. Соответственно, каждый из этих релизов – это в любом случае всплеск волатильности. И в случае негативных отчетов – рост вероятности того, что канадский регулятор будет действовать так же, как и куча других регуляторов, которые я уже перечислял на прошлой неделе, которые начали смельчать монетарную политику. Поэтому ждем движения пары доллар-канадец в район отметки 1.35. Австралии спротив доллара 0.6784. Сделка здесь селлимит с уровня 0.6810. Интересно, что в отношении Резервного банка Австралии мы ждем не только снижения процентной ставки, но и также, друзья, я не оговорю сейчас, возможность запуска своей австралийской программы количественного смягчения. Нужно дождаться выступления повторного Филиппа Лоу и послушать, будут ли, скажем, детали этих изменений монетарной политики. Но в любом случае очевидно, что из-за происходящего в Китае важно сейчас валютам стран Океании, Австралии и Новой Зеландии делать все для ослабления курсов национальных валют. По новозеландцу 0.6419 очень глубоко мы просели. Я даже сейчас не буду рекомендовать какие-то новые сделки, потому что, наверное, есть риск развития восходящей коррекционной динамики. Поэтому давайте подержимся в сторонке. И американский фондовый рынок 2906 пунктов. Сейчас предлагаю сделку с топ с уровня 2850 пунктов. Мы ориентируемся на то, что американская фонда будет дальше проседать. И главная идея, первая, вторая, третья и десятая, это скорая рецессия американской экономики. Соответственно, при таких рисках нет шансов у самого настоящего пузыря обновить прежние локальные максимумы. И куда больше шансов просветить более глубокую коррекцию. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.